Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне за 50 и почти каждый день необходимы хотя бы короткие разговоры с людьми, и желательно не с одним, и желательно не только по телефону. Если я этого не получаю, чувствую себя не очень хорошо, это происходит несколько дней, если это происходит несколько дней, по причине болезни возникает ощущение ненужности и мысль о смерти. Это зависит от силенормального, сколько времени должно пройти, в среднем для психически здорового человека, который почувствовал себя сильно некомфортно, не общаясь с людьми. Мы все же существа социальны, и нам нужны контакты каждый день. Смотрите, ну, здесь начать нужно, во-первых, с того, что вы вроде бы говорите про то, что нормально ли это, что вы нуждаетесь в общине, вроде бы, вы говорите об этом. И в то же время вы говорите о том, что мы все же существа социальны, и так далее, вот. То есть, на мой взгляд, вы как будто бы сами, ну, согласны с тем, что в таком общении вы нуждаетесь. Я думаю, что нуждался в общении нормально, в смысле того, чтобы хотеть поделиться чем-то, да? Поделиться чем-то с людьми. Но я не думаю, что ощущение вами своей ненужности и мысли о смерти являются чем-то нормальным и позитивным с точки зрения психологии. То есть, я думаю, что здесь вы решаете проблему именно своей ненужности, собственно, непринятия себя без общения и так далее. И я думаю, что общаетесь вы не для того, чтобы поделиться чем-то с людьми, а для того, чтобы подтвердить, например, свою нужность, подтвердить, например, свою значимость, вот. И в случае, если вы не общаетесь с людьми, по крайней мере, вот, ну, какое-то время, то для вас это, в общем-то, ну, довольно негативно, судя по описанию. Более того, у вас, судя по описанию, опять же, появляется агрессия. То есть, мысли о смерти, это, с одной стороны, про внутреннюю агрессию, с другой стороны, про бегство. То есть, вы ходите вот в какую-то тему, да, в какую-то тему смерти, вы, ну, убегаете, вы убегаете в тему смерти от, ну, я бы сказал, от чего-то, вот. То есть, от чего-то вы бежите. Поэтому данная проблематика, на мой взгляд, не является нормальной. Вот. То есть, смотрите, смотрите, потребность в общении абсолютно нормально. То, что вы испытываете радость от этого, абсолютно нормально. А вот то, что вы чувствуете, что, чувствуете свою ненужность, чувствуете свою ненужность, и появляются мысли о смерти, это ваши внутренние конфликты, которые являются одним из мотиваторов. Вообще, любая зависимость не есть хорошо. То есть, зависимость, это история про невозможность не общаться. Ситуации бывают разными, и понятно, что, ну, не всегда получается общаться, но, на мой взгляд, вот как вы говорите, значит, ну, про психически здорового человека, да, психологи не ставят каких-то диагнозов, да, но, на мой взгляд, психически здоровый человек совершенно спокойно может, ну, неделю-две, как бы, не общаться, вот. Но, опять же, в современном мире не общаться сложнее, чем общаться, вот. Поэтому, если вы говорите непосредственно о личной встрече, если вы говорите, что вам нужна эта личная встреча, то это именно вот про подтверждение своей ценности. А это не про общение. Вам нужно увидеть, что то, что вы получаете от общения на данный момент, не является общением. Как-то скажем, то есть, общение – это желание поделиться, поделиться, ну, поделиться чем-то с другим человеком. Вы же пишете, что наполняет радостью, энергией, и я потом спокойно занимаюсь делами. Вот. Это про решение своего собственного внутреннего конфликта. Понимаете? Вот. Поэтому, такая история. Обратите внимание, что мое мнение не означает, что вы должны действовать так, как вы действуете. Вот. Если вы считаете, что то, что с вами происходит, это нормально, да, вот, действуйте так. Если у вас есть возможность общаться, общайтесь. Я не думаю, что что-то плохое будет, если вы регулярно будете с кем-то общаться, наполняясь радостью и энергией. Но если вы хотели бы стать более независимым от общения, тогда да, необходима психотерапия. Только в этом случае. Вот. Так что не воспринимайте это как оператив. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok